Табаляки мечтали, чтобы первый храм, построенный в Тобольске после революции, было очень красивым. Центральный иконостас создали московские мастера. Пышный, богатый декор, ветиватая резьба восхищают. Тобольские резчики вдохновились, когда получили заказ сделать еще один иконостас, чтобы украсить предел церкви. Почти год работали над проектом и его воплощением. Мастера задумали иконостас в барочном стиле. Каждая деталь, как отдельное произведение искусства. Деревянная конструкция, изысканный декор. У нас очень детализированный, то есть там очень тонкая прорезка, очень тонкая ажурная резьба. И она у нас сделана в дубе, и дуб, он, ну скажем, просто затонирован, то есть видно текстуру дерева. Задействовали самые современные станки, выполнили и много ручной работы. Параллельно учащиеся иконописной школы писали для иконостаса иконы. В пасхальные дни начали монтаж конструкции. Я сначала рисовал, потом лепил в пластилине все это, потом сканировал 3D-сканером. Грубо происходила обрезка на ЧПУ, и потом он уже вручную все детали прорабатывал. Не утрачено ремесло в России. Тобольские мастера осмелились соединить воедино дуб, сусальное золото и сусальное серебро. Каждый материал красив по-своему, но они спорят с друг другом, борются за людское внимание. И все же удалось резчикам достичь гармонии. Этот иконостас небольшой, всего 6 на 6 метров, но своей великолепной, изысканной резьбой, он гармонично вписывается в храмовое пространство и наполняет божественный дом легкостью и таинственностью. Увидят иконостас во всей красе прихожане храма в день Вознесения Господня. 2 июня в престольный праздник здесь пройдет торжественная служба. Ольга Куричко, Михаил Куричко. Тобольское время.